Здравствуйте! Это «Простая экономика» с Алексеем Авдонином. Как оценить результативность любой экономики? Применяют много индикаторов, но наиболее надежным является уверенность населения в завтрашнем дне. Когда есть твердая почва под ногами, покупают новые долгосрочные товары, автомобили, квартиры, несут деньги в банки. А когда нет доверия к властям, экономят на всем и прячут сбережения на черный день. Вот и Европа уже потеряла экономическую уверенность. Глава Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила, экономика еврозоны остается слабой по причине того, что потребители продолжают сдерживать расходы, экономят. Внутренний рынок падает, а экспорт снижается. Европейские товары не покупают. На этом негативном фоне Европейский центральный банк понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году на 0,2%. Сложность еврозония бьют больно и по основе немецкой экономики с семейным компаниям. Как пишет издание Bloomberg, в Германии наблюдается сокращение числа таких юрлиц. Они не выдержали пандемию, локдауны и энергетический кризис на фоне санкций против Беларуси и России. Предсловутая немецкая пунктуальность тоже оказалась под ударом. Ухудшение экономики в Германии привело к массовому опозданию поездов ФРГ. Осенью 2023 зафиксированы худшее за 8 лет отставание от графика. С опозданием прибывал практически каждый второй поезд. Интересно, несмотря на массовые забастовки и сбои в движении, топ-менеджеры железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn выплатили себе самые рекордные премии в 5 миллионов евро за, внимание, вклад в спасение планеты. На этом фоне смешно выглядит поведение официальной Варшавы. Они там тоже якобы спасают планету от чрезмерно активной деятельности своих фермеров, ограничивают объемы выращивания сельхозпродукции. У них это называется поддержка зеленого курса Евросоюза. Но польские рольники знают, причина в другом. США сдерживают развитие европейских аграриев, а сами наживаются на поставках дешевой продукции из Украины в Европу. В то время как Европа теряет на экспорте, мы, белорусы, наоборот, зарабатываем на внешних рынках. Так, сальдо внешней торговли Беларуси в январе 2024-го сложилось положительным в размере 98,5 миллионов долларов. Зарабатывая валюту, мы пополняем свои золотовалютные резервы. На 1 марта они составили более 8 миллиардов 200 миллионов долларов. Население верит в белорусский рубль и банковскую систему. Физлица в феврале продали на 168 миллионов долларов валюты больше, чем купили. Одновременно признаком экономической уверенности белорусов является покупка новых автомобилей. Почти 2700 машин или плюс 138% к февралю 2023 года. Как видим, когда государство думает о людях, тогда имеют место рост, благосостояние и уверенность в завтрашнем дне. А когда элиты думают о войне, то падение, банкротство, нищета и ухудшение комфорта жизни простых людей. Это была «Простая экономика» с Алексеем Авдонимым.